ДЕЛФИН СОФТ Которая вышла в 91-м году, изначально на стародавние такие компьютеры, которые назывались Коммодор Амига, и после чего в 92-м году игрушку перевыпустила студия Вирджин Геймс, переиздала её на Сега Мега Драйв. Ну а эта версия, в которую мы сейчас поиграем, это версия от шедевра, она русская. Ну что ж, читаем. Из дневника Лестера Чайкина, это наш главный герой. Минуту отдыха, вырванную у судьбы, я постараюсь записать в мой потрёпанный блокнот всё, что успею. Я не знаю, где сейчас мой друг, надеюсь, мы ещё встретимся, ведь мы спасли жизнь друг друга. Я всё ещё блуждаю по лабиринту подземных коридоров. В сумраке пещеры я часто вижу отблески, выбивающиеся из-под камней воды. Она грозит затопить эти коридоры в любую минуту. К счастью, у меня есть оружие, с помощью которого я могу отстреливаться от охранников. Надо скорее уходить, пока не... И всё, и тут дневничок обрывается. Ну вот здесь нам в самом начале показывают обалденнейше поставленную заставку. Вот чем она мне нравится. Эта игра на Сеге мы в своё время такого не видали. Да, как раз-таки в эту игру я поиграл первый, до флэшбэка. Да, эта студия выпустила ещё такие игры, как флэшбэк. Тоже в таком же жанре игрушка, в экшен-адвенчур жанре, да? Всё очень красиво там также отрисовано. Она точно так же вышла на Сега Мега Драйв. Ну и на кучу других платформ. Кстати, вот эта игра, флэшбэк, вышла на Амиго. А после чего вышла ещё на полтора или на двух десятках... На полутора или на двух десятках различных платформ. То есть великое множество этих разных версий. Это PCS просто. Она вышла и на Андроиде, и под Windows есть версия, и на iOS там, и под... Я не знаю, под macOS, блин, под всё что угодно. Даже на, по-моему, под BlackBerry там, и для кучи других платформ там. Я не знаю, на PSP, раз, что я не смог найти. Вот. Также, по-моему, та же судьба и с флэшбэком. На флэшбэк тоже много на чём вышел. Такие дела. Кстати, эта студия сделала ещё и Darkstone-игрушку. Добрый вечер, профессор. Я вижу, вы приехали сюда на своём Ferrari. Идентификация. Такой вот умный у нас искусственный интеллект нас встречает, понимаете ли, в прихожей. Провожает нас куда-то за компьютерное место рабочее. Мы тут какую-то нажимаем кубик, рубик. И вот у нас тут Rosnauchprom. Это наша операционная система, я так понимаю, да? Она загружается. Мы видим модификацию параметров, ускоритель частиц, на базе синхрофазотрона. Блин, язык сломаешь. Стабилизаторы включены, выключены, выключены. Фаза 1 ускоряющей частицы. И мы видим тут какой-то адронный коллайдер. Теоретическая подготовка пошла. Сначала идёт анализ. Естественно, он врубает, такой проверяет. Этот самый адронный коллайдер. Ну что ж, сейчас он будет разгонять частицы с помощью магнитных полей. Дело-то элементарное. Этим мы занимаемся каждый день. Вставая с утра, понимаете ли, с похмельным синдромом, мы каждое утро, понимаете ли, встаём и пытаемся разогнать похмелье по своему организму. Так же, как частица разгоняется по этому адронному коллайдеру. Вот так. Наш организм ежедневно выполняет такие нагрузки, только мы этого не замечаем. Но вот здесь-таки у них ситуация произойдёт сейчас критическая, как видим. Сверху молния разразился. Смотрите. Хорошо, что не в Феррари попало, да? И вот оно попадает прямо в этот кольцевидный тоннель. И пучком энергии прямо вышибает нашего героя, и он растворяется. Казалось бы, всё, погиб парень. Неудачный эксперимент. Можно на этом заканчивать, да? Следующего давайте. Но не тут то было. Тут нам повторяют опять эту заставку. Мы начнём игру. Он куда-то телепортировался. А куда? Смотрите, куда он. В воду просто тупо. В какой-то бассейн. Надо тут же всплывать. Пианино пошло под воду. На самом деле, не пианино. Я всегда думал, что это пианино. Причём здесь пианино? Я не знаю, но оно похоже на пианино. Но это был ПК. Наш, видимо, рабочий компьютер, который ушёл под воду. И вот какие-то щупальца нас грозят утащить туда же. Мы, естественно, им этого сделать не дадим. Смотрите, какой мир. Куда мы попали? Слева, вот здесь вот на скалах. Я думал всегда, что это какие-то башни там вдалеке, а? А может, это правда башни каких-то какого-то города? Или это всего лишь навсего такие скалы красивые? Вдалеке мы видим ещё какие-то скалы, как в Техасе, знаете. Камни так заложены. Ну, здесь только что, кстати, знамя наблюдал чудовище. Из красавицы идёт чудовище. Вон оно стоит. Бест. Бест. Это оно. Страшное чудовище. Что ему надо от нас? Тут куча слезняков, между прочим. Надо их вот таким вот образом в присядочку убивать. Танцуем русскую народную танцу. Вот так. Хопа-да-та-да-да-да-да-да-да-да-да. И под музыку из Тетрис. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Калинка-малинка. И всё такое. Сверху падают камни, но они там пока не опасны. Это не те камни, которые могут убить. Те, которые могут убить, нам ещё встретиться чуть попозже. Кстати, не обращайте внимания. У меня голос немного такой подсевший. Я, как всегда, проболел, блин. В очередной раз. Второй раз за месяц уже. Меня уже задолбало. Это мне болеть уже за апрель. Второй раз. Ё-пар-сете. И вот до сих пор май месяца. Я всё ещё отхожу. У меня до сих пор хрипловатый голос. Мне это пипец как надоело. Я не могу так. В общем, мы так медленно походочкой идём. Идём. И видим, вот оно чудовище. Теперь драпаем. Драпаем срочно, пацаны. Можно даже прыгать, если есть такая возможность. Потому что прыжки ускоряют процесс. Тут прям как в Принце Персии, да. Кстати, ещё одна игра, похоже. Это Принц Персия. Но она даже раньше вышла, чем эта. Опа! Как я лихо, смотрите. На ветку. Вот, то есть на Лиану. Оп, раз, два. И мы тут на Лиане, как Тарзан. В обратную сторону. Загоняем чудовище. Сейчас мы его просто по кругу загоняем. Он упадёт. И мы его убьём своей ногой. И так же присядочку подойдём и запинаем. Да шучу, не. Тут вот что происходит. Твою ж мать. Чудовище убили. А нас. Мы врезались просто. Надеюсь, нам не пощечло в этот момент заехали. Но мы, конечно же, как индейц Маникту. Хай, говорим. Хай. Я друг. Ты друг. Будем, друзья. Ааа. И нас должны были убить бластером. По идее, да, лазером. Почему-то мы живы, смотрите. Странно. Но они поставили фингал, видите, под глазом. Правый глаз фиолетовый стал. То есть века-то заплыла однозначно. Как так? Лазером поставить фингал. Они бы мне глаз скорее выбили, мне кажется. Чем фингал поставили. Хотя, может, фингал я получил в тот момент, когда мне заехали вот там из-за экрана. Может, он мне там моплевуху заехал прям в глаз. Кто знает. Но мы попали куда-то на какую-то каменоломню, видимо. В рабы нас хотят отправить. Вот, чтобы так же, как у тебя на заднем фоне парни, трудились с Кайлой. Как ребята из игры Готика 2. Готика, да? Трудились в этих шахтах, добывая какие-то камни. Какие там камни, кстати, добывали в Готике? А? О, какие-то магические... Магическую руду добывали. Магическую руду, Лео, говорит. Добывали, говорит. Возможно, здесь тоже добывают магическую руду. Кто знает. Парню он не понравился, что я раскачал крылатые качели. Ля-ля-ля-ля. Но мы покачались и упали на него. Потому что мы знаем, где нам падать. Кстати, странно, что мы упали прямо на него. Ведь, по идее, мы могли упасть где угодно. В пропасть, в конце концов. Парни, ошеломевшие на нас, смотрят. Нихрена им получилось убежать. Вот такие мы лихие ребята, да. И лихие из 90-х. Реально, как игра из 90-х, так и мы. Так, отстреливаемся, отстреливаемся. Знай наших. Эти вообще ходят, нас не замечают. Он перед нами, прям перед экраном. Хе, тут парни томятся в темницах. Сижу я, утомленный в темнице, сырой, вскормленный неволей. Чуви молодой. Это же какие-то Чуви, реально, ребят. Я всегда думал, что это Чуви, да. Они и похожи на Чуви, да. Здоровые обезьяноподобные человеки. Человеки, только у них волосы светлые. У Чуви темные. Насколько я помню, да. Чуви сразу вспоминает. Твою ж. Давай, Чуви, работай быстрее. У нас тут есть, я так понимаю, наш друг. Вот, про него-то наш Чайкин-то и писал. В своем дневнике как раз таки. Что наш друг пытается у нас всячески там помочь нам. Вот он сейчас что-то там шаманит, делает. Понимаете ли? Хотя мы вроде бы как физик, ядерщик. Мы должны разобраться были в механизме. Но он сам за нас разобрался. Он, оказывается, шмышленый нас, парнишка-то еще. Ну давай, ладно. Только единственное, что он заторможно ходит немножко. Медленный, блин. Как будто эстонский парень на прогулке. Хотя за нами вроде погоня, я напоминаю. Тут надо быстро бежать. И вот тут мы сейчас наблюдаем такую картину. Подойдя к окошечку, видим мы лукошечку. Нет, на самом деле мы видим кучу башен. Вот он какой город, то громадный. Громадный то город. И вокруг какие-то камни клоковидного... Клоковидной формы, скалы такие. Красиво. А внутри башни такие. Башни кругом. Большое место-то огромное, да? Купола, как в этих мечетях, блин. Мусульманских. Ядрен батон. Мы что попали на мусульманскую планету? Я не знаю. Короче, мы попали в какой-то другой мир. И выбраться нам отсюда удастся или нет, неизвестно. Я вам не скажу. Я, конечно, знаю концовку. Я прошел эту игру вдоль и поперерек, как говорится. Во все дыры, на все передыры я прошел просто. Вот. Версию я изначально прошел на Sega, еще в далеких 90-х. Потом, значит, на эмуляторе, на PSP-шке я прошел ее. Это было года 4 назад. И вот недавно, буквально вчера я ее прошел на Windows. Уже новую версию порт с Android, я так понимаю, да? Я ее прошел. Мне она вообще понравилась. Классная версия с Android. Игрушка шикарная. Вообще, блин. К бабке не ходи. Прекрасная игра. Намного динамичнее и быстрее. Если вот эта версия, как видим, для Sega у нас тормозит жестоко, да? Потому что она выживает прям все соки из бедной Sega. Sega прям вся бедная пердит, трещит, когда эту игру запускает. Я помню. Я помню. Это, конечно, не PlayStation. Нельзя было услышать всех криков и стонов. И хрипов и стонов нашей бедной Sega. Я проскочил, я проскочил. Тут меня могли поджарить. Но, тем не менее, ребят. Я знаю, что Sega страдала каждый запуск, когда я запускал эту игру. Так, тихонечко. Проскочим. Давай. Ура. Я знаю, она страдала, но не говорила мне об этом. Так, тут опасные моменты. Надо вот так вот. Раз, два, три. Вот так мы как колобок катимся. Катимся, как нас в армии учили. Кататься надо, блин, под препятствиями. Влево, вправо. И вот мы куда-то выкатились. Ноги славно не сломали. Главное, да? Смотрите, как-то упали так. Ноги, главное, не сложились у нас при этом. Кость крепкая у парня. Это хорошо. Много кальция потребляет. Однозначно. Чайкин наш. Кстати, почему у парня русская фамилия? Может быть, он русский эмигрант? Игру, между прочим, сделали Delphin Software. Это французы. Французская студия. Там буквально вдвоем они делали ее на коленках. То игру в течение двух лет. Сначала все это движение снимались на обычную камеру. Потом все это ротоскопическим способом отрисовывалось. И в виде спрайтов уже... То есть, ну... То есть, отрисовывалось в виде спрайтов. Да, так и есть. И потом добавлял в саму игру. То есть, и таким образом они сделали плавные движения в игре. Но, поскольку FPS движений очень много, да? Картинок очень много, кадриков. Игра жестоко лагает. Да и вообще, графику она выдают, в принципе, для Сеги фантастическую просто, я считаю. Правда, в некоторых моментах, вот в каких-то экшн-моментах, где надо много-много сражаться. Где прям вас со всех сторон окружают враги. Вот там тяжело бывает. Вообще, очень тяжело. Там все начнет лагать. Когда щиток много стаишь и много лазеров летит. Все лагает жестко, блин. Чуть нагло. Вот эти камни, о которых я говорил, опасные. Которые могут нас легко убить, накрыть нас. Такой камень по голове упадет и все, совсем мертвый будешь. Как говорил знаменитый персонаж из «Джентльменов удачи». Так, прыжок. Там внизу прожорливые такие рты. С ними надо быть осторожней. Так, перепрыгиваем их. Эти прожоры нас сожрут, если наша нога туда попадет. Они даже думать не станут. Знаете, они сразу сожрут, просто нас туда проглотят. Вот эти вот щупальца сверху, их можно вот так убить, между прочим. И, кстати, щупальца эти, это точно такие же вот морды, как и внизу вот эти вот пасти. Вверху только они находятся, в верхней части пещеры. И вот если мы попадаем под щупальца, вот эти вот нас щупальца затащат в пасти. Такие же точно, понимаете? Я долго думал, что... Я раньше думал, что это какие-то тоже типа осьминогов. Ну, короче, какие-то существа похожие на эти. Пасти, но я думал, что это другие существа. На самом деле, это то же самое. Как они-то забрались, хрен его знает, если честно. Вот, блин, как-то неудачно получилось. А, тихо, тихо. Ой, фу, пронесло. Он так шаги делает, знаете, то медленно, коротенькие шаги, то бывает, как шагнет, блин, и прямо в пасть. Не умеет парень рассчитывать свои движения, как говорится, не умеет. Ну, тем не менее, мы как-то прошли все это место. Сейчас будет не вода. Многие думают, что вот сейчас вот здесь вот бежишь по пещере. По крайней мере, я так всегда думал. И побежишь к воде. Это, наверное, происходит, когда забываешь игру. А тут сначала мы сделаем такую вещь. Мы разобьем вот эту вот стенку, которую я только что взорвал. И это нам пригодится в будущем, когда мы этот самый, вот эти все пещеры затопим и будем плавать здесь. Да. Мы будем здесь еще плавать. Мы сюда вернемся еще. Так, прыжок. Ать-тя. А как они хотят мясо есть, а сволочи, блин. Мясо чувствуют. Чувствуют же, а. Прожорливые ублюдки. Ать. Ать-тя. А, я вам перну сейчас только в полете. Хе-хе. Не дамся, не дамся. Нет, нифига. Не дамся, не дамся, не дам. А-а-а. Фу, вот эти твари могли меня затащить, но главное припрыгивать. Когда вы мимо щупальдес пробегаете, надо в прыжке их преодолевать. Так меньше шансов, что они вас затащат. Тут вот летучая мышка. Давайте потревожим ее сон. Просыпайся. Просыпайся, сонная красавица. Так, прыгаем на этот сталагмит, блин, или сталактит. Всегда путай в играх. Так, кто знает, что это за хрень правильно называется, скажите мне, пожалуйста. Вверху растут сталактиды или сталагмиты. Я думаю, все-таки сталактиды, да. Сталактиды, да. Они более естественные, чаще появляются. Реже появляются сталагмиты в пещерах. И вот как раз-таки сталагмит. Мне, кстати, и название реже встречается. Поэтому я думаю, что все-таки сталагмиты это те, что внизу. Такие вот у меня офигенные умозаключения, да. Так, вот здесь мы сейчас тупо потихонечку припрыгнем. Аккуратненько так. Раз, два. Видите, как я все делаю размеренно, спокойно. По-эстонски, по-литовски. Ну так, не торопясь. Игра не слишком быстрая, да. Но сейчас надо будет драпать писец. Нам надо будет брать ноги в руки и прямо на утек драпать. Потому что сейчас вот это все озеро пойдет к нам в тоннель. Драпаем, твою мать. Быстрее бежим. Говна кусок. Давай, давай. А, а, сволочь упал. Блин. Я думал, без проигрыша смогу пройти эту игру, но не получилось. Вот говно. Я обычно не ору так, как идиот. Я же, ну не знаю, я не пью дипай. Но тут прям меня эмоции распирает, потому что я мечтал эту игру пройти без проигрышей. Не получилось без смерти. Вот говно-то, а. Ладно, попытка номер два. Тихонько. Тихонько, тихонько, лягонько. Ой, блин, чуть не сорвался опять. Вот зараза. Тихонечко. Блин, голос охрипший. У меня сейчас, наверное, как у Тараса Бульба какого-то голоса. Такой басист, пади, да? Жуткий голос, страшный. Блин. Так. Так. Еее. Еее. Сейчас еще один прыжок. Давай. Оу. Еее. Я добежал. Фу, пронесло. Ну, дальше как по маслу, я думаю, пойдет. Однако там будет пара-тройка перестрелок, где мы еще, конечно, можем, можем, как говорится, намотать. Намотать, как говорится, сопли на кулак там и язык на зубы. Я не знаю, что мы можем еще намотать. Все, что угодно. Можем намотать, короче говоря. Но, однозначно намотаем, наверное. Вот, наш друг, смотрите, просто вываливается. Каким-то образом в вентиляцию. Блин, что ты забыл, как он туда попал-то в вентиляцию, а? Я, значит, бежал, бежал там куда-то. А, по вентиляциям, потом мы с ним расстались. Куда? Как он туда попал в вентиляцию? Я не понимаю. Ну, вот у него какое-то препятствие внизу возникло, да? Какое-то кольцо. И нет бы пролезть через него. Он не такой толстый, он бы запросто пролез. Голова пролезет, значит и тулович пролезет. Блин. Ну, ладно. Не может. Надо им помочь. Тут сейчас нас встретят. Так, ставим щиты, да побольше. Кстати, я проходил тяжелую версию. Тяжелую версию на ПК. Там есть режим сложности харты. Я его поставил. И прошел на харде всю ее, да. Да, кстати говоря, без проигрышей прошел всю игру. Такой вот я крутой. Сначала давайте вниз бегаем. Чтоб уж сливаться, так внизу, если что. Здесь больше шансов проиграть. Так, вот здесь сейчас слева нас расстреляет один чувачок. Но мы его тоже сейчас покалечим хорошо. Так. Надеюсь, мы его первым и убьем. Я самый быстрый стрелок на Диком Западе. О! Ха-ха-ха-ха. Так, тут сейчас нас справа прям. Пенделя нам дадут. На! Пощичло мне, как заехали. Ну, ладно, ты за это поплатишься. Прикрыл промежность-то, нет? Тогда получи. И пистолет я заберу свой. Не отдам тебе его. Трофейный, твою мать. Еще с Германии. Не, на самом деле не трофейный, но получил я его классно. В самом начале, когда клетка упала на первого вашего. Когда я первого вашего убил. Вот. Это с моего первого, так сказать, убитого инопланетянина. Трофей, так сказать. Поэтому трофейные предметы я не раздаю. Их потом можно дорого на ebay продать. Так, ладно. Или где-нибудь хотя бы на авито загнать. Я не знаю. Ну, там, правда, ценителей не особо много. Так, ну что? Вот здесь сейчас аккуратно будем действовать. Так, вот раз. Тихонечко. Давай. Быстрее, давай, давай, отходим. Ставим щиты, щиты. Давай, появляйся. Фу. Мне пронесло. Игра заторможенная тяжело бывает просто поставить. Даже элементарный щит, блин. Давай, накапливай энергию. Давай, стреляй. Есть. Молодец. Меня прям каждый раз радует, когда я кого-то убиваю. Потому что я нажимаю кнопку 500 раз, но она срабатывает только на 501 раз. Понимаете, в чем дело? И вот мне всегда нравится, когда она срабатывает. Наконец-то у меня что-то получается. Я так счастлив, черт возьми. Главное, этот баг остался даже в версии для ПК. Вот я проходил порт для ПК, да? На Windows. Ну, то же самое там. Правда, да, там быстрее, динамичнее бои уже сделаны. Нет таких тормозов. Но баг с тем, что иногда не срабатывает щит или какой-нибудь выстрел, есть до сих пор там. То есть там будет жмешь, а почему-то не срабатывает. Они, наверное, специально его оставили, чтобы чувствовалась хардкорность из 90-х. Я думаю, да. Наверное, так. Кстати говоря, над этим продолжением, которое вышло в 2013-м, да, работали те же ребята, которые работали над оригинальной игрой в 89-м, 91-м году. Не помню их фамилии. Чехи, какой-то там фамилия. Чехи у одного, по-моему. Так, ждем. И стреляем в шар. Не слышно ли крика, конечно, в версии для ПК лучше слышно, как орет этот парень. Но мы только что одного гуманоида вот так вот лампой убили. Сверху лампу ему на бушку, так сказать, аккуратно положили. Он ее принял. Прямо как Зидан когда-то принимал на голову мечи поданные. От кого ему там подачи-то были? Я не знаю. От Рональду, что ли? Ну, это разные игроки вообще. Ну, не знаю. Или сейчас кто там хорошие те игроки. Я вот даже футбол 100 лет уже не смотрю. Кто сейчас? Там есть какой-то игрок, короткая фамилия какая-то. Блин, не помню. Вот засранец, а. Забыл, блин, всех футболистов. Да. Хреново. Когда-то я увлекался. А, я здесь уже все сделал. Все, бежим. Для чего я эту люстру, кстати, уронил? Если бы я ее не уронил, наш друг в вентиляции так бы и сидел каким-то боком. Я не знаю, как это связано. Но почему-то это влияет на это. На проползаемость нашего друга по вентиляции. То есть, видимо, мы каким-то образом расчистили ему дорогу, уронив эту люстру, сбив ее, да? Не знаю. Может быть, люстра была вот этим вот веревкой, ну, проводом привязана к его этому кольцу, которое ему мешало там, блин. И мы как-то, значит, этот груз убрали, люстру, кольцо сдвинулось. Хрен знает. Это прям странно вообще как-то. Это может быть у них такая защита у инопланетян, не знаю, от каких-то внедрений через вентиляцию в их жилища. Хренусно это. Непонятно. Ну, факт в том, что мы ему помогли. Если бы мы этого сейчас не сделали, он бы так сидел, бедный, в этой вентиляции. А мы бы там в дальнейшем встряли очень сильно в перестрелки. Нас бы никто не спас. Вот так. Кстати говоря, я думал, там баг. Сейчас дальше увидите. Я думал, там, где перестрелка, там, где наш друг спасает нас из вентиляции. Я думал, там, когда он меня не спасал, я думал, что... Ах ты, говно! Я на выстрел нажал. Нечаянно не ту кнопку, блин. Вот зараза. Ну, ладно, ладно. Надеюсь, вы еще не выключили это прохождение и смотрите. Хотя, я думаю, чем больше я буду просирать, тем у вас будет меньше стоваться желания смотреть его. Но я постараюсь больше не проиграть. Я постараюсь это сделать. Блин, версия для ПК как-то легче проходится. Так динамично там все по сравнению вот с этой версией. Прекрасно. Просто вот после ПК-версии это... Не знаю, тяжело играть в Сеговскую после ПК. Очень тяжело. Как-то кажется, все медленно, блин. Здорможено. Неудобно. Отзыв, отклик плохой идет. То есть, как будто пинг тут бешеный просто какой-то. Как будто ты играешь в какую-то онлайновую игру и у тебя пинг там 190 или даже 250, черт возьми. Так, ну ладно, вылазим. Здесь просто тупо перепрыгиваем элементарным прыжком. Мы видим, что вон направо идет какой-то ток у нас. Мы его перерубаем своим бластером. И назад, назад, бежим, перегляем в воду тут же. Видите, как я аккуратно. Ну не совсем аккуратно, можно было и аккуратней, но я вот так привык. Так, с разгона прыгаю в воду, ныряю. Прямо как я люблю на речке делать с разгона. Раз, нырнул и пошел. Пошел плавать по подземным пещерам сразу же. Да, вот у нас их тоже на речке полно, этих подземных пещер. Я также по ним плаваю летом. Вот так же точно размахиваю руками. Задерживаю дыхание. Правда, я под водой больше, чем на 10 секунд задерживаться не могу. Но, блин, пытаюсь, все-таки я пытаюсь покорять пещеры, да. Нырнул, пещеру увидел и выныриваю. Вот такое вот у меня покорение пещерам. Да. Да. Блин, я офигею, мне голос хрипший. Ё-моё. Мне тяжело реально говорить сейчас. Это такой летсплей, я не знал, записывать мне его или нет. Вот парень, которого мы только что, кстати говоря, люстрой убили. Вот смотрите, она же висела низко, видите, купола-то какие. Купол-то вот этого, свод-то совсем высоко, да. Как она могла упасть, вот если парень с меня, даже не меня выше ростом, как она могла его убить? Тут же скорости-то она не могла бы набрать такой, чтобы его угрохать. Значит, вывод на прошу садин. Люстра весит килограмм 150, не меньше. Она просто упала и его раздавила просто весом. Что ж там в ней наполнено такое? Что ж жидкость такая тяжелая, а? Что-то там такое, зеленое, склейское, блин, противное. Тут расстреливаем дверь. И бежим, бежим. Вот наш друг уже по вентиляции нас обогнал, блин. Благодаря нам он пролез туда. Сейчас он нам поможет, кстати, поможет. А вот если бы мы его не спасли, мы бы вот эту люстру не уронили там, да, то он бы так сидел в этой вентиляции и не спас нас никогда бы. А теперь мы тупо перестреливаемся с ними. Ждем пока вот сверху, видите, лючок тут сверху. Ждем. Блин, у меня сел. Сел бластер. Нет, не сел, я думал, у меня сел. Почему-то он у меня сразу не сработал, странно. Давай, блин, вылазь. Вылазь, Чуви, давай. У меня все хреново, меня сейчас убьют. Давай, Чуви, ну пожалуйста. Давай, у меня бластер еще через раз срабатывает. Дерьмо вонючее. Где-то в воде промочил, блин. Все, в воде отсырел на меня. Давай руку сюда, руку. Руку давай, господи, не сиди. Голову высуни. Руку подай. Придурок, блин. Я не знаю, что он за тормоз-то. Эстонский, что ли, дебил, блин. Я там в перестрелке, а ты вылупляешься и зенки. По полчаса смотрит, стоит. Ааа, что он там такое, блин. Целый час ждал, блин, тебя. Ёпарасатэ, друг называется. Специально, наверное, меня испытывал. Специально, гад. Смотрите, какие тормоза. Ёпс-тэдэй, блин. Ну, после версии на ПК это ужасно вообще. Печалит меня это все. Да, старушка, я в печали, скажу вам. Давай, срабатывай. Я еще раз жму. Не срабатывает почему-то пистолет. Давай. Говно, блин. Теперь давай, бластер. Давай, 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 накапливай энергию. Ааа, урод. Он его убил. Да что ж за козел. Тупой бластер. Это все из-за бластера тормознутого. Ну, что, придется с самоубийством покончить. Прыгнем в яму просто. Тупо. Смотрите, какой полет получился красивый. Я вам зато показал, как здесь можно летать в этой игре. В добавок всему. Есть что-то такая способность. Полет, это называется. Да. Можно легко левитировать. Но недолго, к сожалению. Недолго. Оу. Наблюдаем тормоза жуткие. Жутчайшие тормоза. Не знаю, может у меня ком так лагает. Хрен его знает. Железо-то старое, блин. Господи, где я остановился? Давай. Двух хватит. В жопу все это. Два щита, не больше. Давай тут же. Давай, давай. У него что, тоже два, что ли? Не пробьем тогда. Не пробьем же. Ну, отпускай же. Вот, твою мать, блин. Я же отпустил уже. Он даже не... Он сразу не выстрелил какой-то хрен из бластера. Дурень, блин. Вы знаете, это не мои косяки, честно говоря. Это косяки игры. Баги все этих, управление этого коряу. Я не виноват, что я просираю. Это из-за гребанного управления. Чуви погиб тоже из-за управления. Он стал жертвой управления. Из-за торможенности сеговских версий. Сега-версии. Я, кстати, хотел бы попробовать версию на Амиго. Мне просто любопытно было поиграть в нее. Но, к сожалению, не получилось. Не этого сделать. Потому что на Амиго почему-то она мне вообще не запустилась. Эта игра на эмуляторе Амиго. Бесполезно, к сожалению. Видимо, не судьба, блин. Так, ну что, давай, 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 пока эти тормоза жуткие. Так. Стреляем. Ура! Так, повиси там немного. Повиси, и мы сейчас тебе поможем. А висеть ты ему придется, наверное, полчаса там. Ёлки-палки. Не знаю. Крепкий парень-то, а? Крепкая рэшка-то. Гляньте, как он долго будет висеть. Я сейчас минут пять точно буду бегать здесь. Не, ну не полчаса, но пять минут. Смотрите. Эти, значит, убежали. Друзья, товарищ, называется. А своего карифана бросили. Сейчас я на него направлю пистолет. Рукой вверх. Рукой вверх. А, и он только закрылся от меня. И тут же наверху закрыл тоже двери. Но его это не спасет. Я его сейчас убью. Я кровожадный засранец. Я всегда так поступаю в всех играх кровожадно. Вот. Испепелим засранца. Так. Ну, мог бы, конечно, я его оставить. И, в принципе, это бы не отразилось никак на игре, я думаю. Зато парень бы жив, пришел бы домой, детей бы накормил, семью бы. Блин. А я его убил просто. Зачем я это сделал? Я не знаю. Тут просто не знаю. Может быть, как-то в прошлой жизни я был каким-то садистом. Твою же дивизию. Я не знаю. Наверное, я был садистом просто. Потому я всех убиваю всегда в игре, по крайней мере. Так. Но на самом деле я добрый и пушистый в жизни-то. Добрый, пушистый. Но в игре злой. Так, бросай свои гранаты. Давай. А вот теперь получи. Ха. Для чего он их бросал? Сейчас увидите чуть попозже. Если кто не проходил. Сейчас вы такую интересную вещь увидите. Тут еще внизу у нас сейчас одна перестрелка. Масштабная будет. Не, не очень масштабная. Но красиво. Он сейчас будет бластером меня долбить. Пытаясь мне все щиты просто, просто уничтожить. Но я их много понаставлю. И ему это не поможет. Я сейчас тоже бластером. Мощным, мощным, силовым импульсом его расхреначу. На. Давай. Еее. Какой я красавец. Молодец. Вниз быстро телепортируемся. Расстреливаем щиток какой-то тут же. Наверх. Он нам пригодится. Сейчас там в одном месте темноту надо будет строить. Этот щиток мы разбили. И благодаря этому сейчас вот здесь темнота наступила. Тьма. Свет погас. И мы пробегаем, пробегаем. Так. Тихонько. Здесь перепрыгиваем. Я чуть вниз не рухнул. Ё-моё. Это что за слизь кругом опять? Опять лизун побегал тут, понимаете. Или полетал что ли, а? Когда уже охотники закончились у меня сезоны? Еще два года назад, блин. Я его закончил. А лизун до сих пор еще, как говорится, мне тут вспоминается еще. Еще. Так сказать, дает о себе знать, засрань. Тут смотрите, какая заваруха. Я животных выпустил, только что нажав рычаг. Хаос творится. Животные всех жрут эти чудовища. К ужасу. Здесь главное не прыгать, когда убегаете от этих лазеров. От этих лучей убегаете. Главное не прыгнуть. Я поначалу прыгал, а не понимал, почему они меня постоянно убивают. Но потом я просто побежал. Просто побежал. Как Иисус пошел по воде, так и я просто побежал. Меня как будто осенил. Надо бежать. И я убежал от них. Вот мы друга спасли. Он там повисел. Ну не пять минут, три минуты реально висел. Крепкие руки у тебя, дружище. Чуви, ты молодец. В ответ говорит, чуй, да? И мы тут залазим в танк какой-то. В танк. Секретная разработка СС, я так понимаю. Я не знаю. Но я видел такие танки раньше только в одном месте. Такой раньше журнал Каламбур шел по Первому каналу. И там железный капут был такой. У них раздел, рубрика. И вот там у нас наши герои железного капута этого. На таком же танке ездили с зулусами, с зусолами воевали в Африке. Вот. И здесь нам, видимо, такой же танк дают под управление. Не знаю. Как так получилось? Как он попал в их мир? Ну, гляньте, мы выбираемся куда-то просто на какую-то арену гладиаторскую. Тут какие-то гладиаторские бои идут. Офигеть. Прям как во времена Александра Македонского, блин. Япон и городовой, а. Жмем все подряд кнопки, чтобы сработала катапульта. Вот, белая мигающая. Нажимаем, катапультируемся в капсулах. Тут, значит, мы видим баню. Баня. Моются женщины. А-а-а, блин. Напугали бедных женщин. Убегаем. Тут сразу нас расстреливают. Конечно, напугали их, самочек. Ёлки-палки. Естественно, они обиделись на нас, скажут. Вы что, блин, полезли? Извращенцы проклятые. В баню к нам залезли? Ах вы, блин, эксбицианисты сраные. И на нас такие со всех сторон стреляют. Разъярённые, злые. Сразу видно. Разлобленные ребята, блин. Но мы сейчас отстреливаемся. Отстреливаемся. Кстати, здесь на насеке проще как-то получается. Мне кажется, даже проще перестрелка. Давай, блин. Ставь щиты, дурак. Щиты ставь. Я их нажимаю, он не ставит их почему-то. Полудурак, блин. Ставь щиты, придурак, блин. Господи, дурак, блин. Я не знаю, как это объяснить. Но мои чувства к этому персонажу меркнут. На фоне критики к нему. Я не знаю, как это. Блин, просто меня это раздражает. Почему такие тормоза-то, а? Да нажимайся ты, кнопка сраная. Я жму её и жму. Ни хрена не срабатывает. Давай. Давай, я должен победить. Твою ж мать, давай. Давай. Там чуть-чуть осталось у них. Давай, ну чуть-чуть. Совсем говно. Давай, ещё раз. Ах ты, скотина, ещё поставил щит один. Да ты же меня задолбал уже. Ублюдок ты, вонючий. Мать твою, ублюдок. Мать твою, скотина поганая. Прям знаете, как в озвучке. Из 90-х. Ооо, ес. Я смог, смотрите, а. С первого раза, блин. Класс. Я думал, что на Сеге я с первого раза не смогу это сделать. Но тут наш друг, кстати, как этот, как на Мезис выскочил. Стену пробил. Ооо, силач. Но тут нас, видите, попали под ноги нам. И мы рухнули вниз. Конец, казалось бы. Но какой-то хрен нас вытаскивает. Это не друг наш. Это красноглазый враг. Вот, видите, у него красные налитые кровью глаза. И он почему-то решил нам отомстить. Не знаю, что мы ему такое сделали. Возможно, кого-то из его друзей убили. Или, возможно, мы оскорбили его тем, что попали в женскую баню. И увидели его жену. Нагишом. Я не знаю, что ему не понравилось. Но явно что-то ему не понравилось у нас. Что он решил сам, понимаете ли, нас перехватить в полете. Вытащить, да, нас. И убить самолично. Но тут наш друг, смотрите, нам на помощь пришел. У них там мордобойня страшная идет. Мы тут ползем, как смотритель Джей Корн из Fallout 1. Который к убежищу полз, когда ему полтела расхреначил наш главный герой. Давайте. Эх, вот так вот нехрен ползать. Будешь знать, как за мной ходить. Я его просто испопилил каким-то лучом смерти. И все. Друг наш куда-то поканделял. Там ползет где-то там по выступам. Я ползу в другую сторону. Ногами вперед. Никогда не видел, что кто-то ползал ногами вперед. Вот так игра и заканчивается, ребят. Хэппи-энд. Мы поднимаемся на крышу. Давайте я замолчу и дам вам послушать прекрасную мозгу. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Капитан Эйс. Ждите прохождения флешбека. Ну и возможно Даркстон. Они же тоже сделали Даркстон, эти ребятки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok